МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, всем здравствуйте! Привет! Как говорят у нас в деревне Монреаловке, бонжур, хэллоу! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рады вас видеть! И сегодня у нас будет здорово, как и всегда. Погоды нынче стояли необычайно знойные. Нам повезло, такая жара в сентябре была впервые за 125 лет. Сентябрьский зной разбудил в Монреале желание быть ближе к воде или земле. А тут еще и яблочки в фермах поспели, и весь сознательный люд, движимый генетическим заложенным чувством делать запасы, устремился на фермы. Будешь? Молодильная. Очень важно о пожаре особенно бросить все и уехать. Хотя бы в воскресенье. Хотя бы за яблоками увидеть, как шамплейн строит, как люди живут в фермах, как яблоки растут, и детям показать. Наливные канадские яблочки всех сортов и размеров наполняют воздух эндорфином и радуют глаз, зуб, а уж пикничок под сенью дерева да под холодный сидр. Эх да, что там говорить! Но сначала сбор урожая. Помните у Пушкина? В саду служанки на грядах, Сбирали ягоду в кустах и хором по наказу пели. Наказ основанный на том, Что барской ягоды тайком уста лукавые не ели. Но в канадской ферме все не так. Есть можно. И никто не считает унесенного в животе и в рот не заглядывает. Потому поем. Просто от души. Вина в аталии я, вина в аталии я, вина в аталии я, что люблю. Вина в аталии я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему. Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему Ну, повалялись под яблоней, ожидая ньютоновского скучи открытий, зарядились позитивом И вот те раз, Новый год-то скоро! А о том, чтобы встретить его с хорошим настроением в Канаде, принято думать заранее Вот и собирается интернациональный арт-салон 19 ноября А попросту народные ремесла Запомните эту дату Ярмарка народных мастеров, не поверите А в Монреале есть злодошвейки, вазонадуватели, бисеромшиватели, резчики по дереву, хранители пряничных рецептов и другие умельцы диковинных вещей И все уже порадовали своим творчеством в мае и готовят продолжение в ноябре Надаем предпочтение кому-то одному, каким-то конкретным ремеслам Мы хотим, чтобы было разнообразие, чтобы людям было интересно Было у нас чем поживиться, у нас было варенье, пряники и все самодельное Если это пряник, это было настоящее произведение искусства Если это варенье, это был взрыв положительных эмоций Особенно в ноябре, когда на улице уже промозгло, холодно, снег может вполне пойти Людям надо куда-то водить детей своих, я по себе знаю, у меня тоже есть дети Их куда-то нужно выводить, что-то интересное показывать детям Мы очень хотим, чтобы детям, которые придут на нашу ярмарку, тоже было интересно Чтобы одновременно и родители могли уделить время, все посмотреть, различные товары, услуги и так далее И деткам было чем заняться, и все это как-то в комплексе, такой семейный выход, чтобы получился у людей И если у вас золотые ручки и феноменальные изделия, не стесняйтесь Заявляйте о себе, как о мастере на этом сайте и вас ждут с объятиями Кто умеет что-то делать красивое и интересное своими руками Не важно, какая техника и что вы делаете, приходите Будет очень интересно, будет здорово, весело И мы хотим подарить предпраздничное, новогоднее, рождественское настроение всем Чтобы те, кто придут на ярмарку, посетители наши, могли обзавестись подарками Потому что сезон грядет, готовь сани летом, а подарки к Рождеству в ноябре Уникальная серф-группа из Питера, 16 октября, не пропустите Ну и топ самых заметных канадских новостей Канадскому шахматисту Антону Ковалеву пришлось досрочно покинуть Кубок мира по шахматам в Тбилиси Из-за того, что он был, внимание, в шортах О том, что Алексей Ковалев не соответствует дресс-коду, организаторы заметили аккурат после его побед в первом туре За минуты перед игрой и после того, как он заметил ошибку в организации Переодеться ему было не во что И засчитали парню техническое поражение В качестве поддержки Алексея Ковалева, ставшего жертвой канадской моды и не имевшего длинных портков на Кубке мира Я буду неделю носить короткие штанишки и выражать свое гневное фи всем тем, кто не дал ему сыграть белыми Вторая топ-новость Незабываемый салют случился по трассе из Веллингтона в Лондон Ничего хорошего, конечно, случилось в ДТП Один из участников влетел в электрический столб Все живы, здоровы и очарованы Ну и третье место в хит-параде на этой неделе Уходит пернатым Пока гуси собираются в стаи, наглые чайки вообще распоясались Крадут самое дорогое канадскому сердцу — чипсы Среди белого дня и не оглядываясь Прямо перед камерой В случае на канадском пляже А тем временем в Торонто выросла куриная особь Ну курица, которая в один и тот же час бегает с риском для жизни в Тим Хортенс Через трассу — вот такая то ли отважная, то ли глупая курица И еще один восхитительный момент Канадец выгнал медведей со своего двора с помощью доброго слова Наша кредо — вежливые люди Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уникальная серф-группа из Питера 16 октября — не пропустите Вы смотрели, а мы показывали нескучные новости за две недели Обязательно пишите и делитесь вашими новостями Интересными и скандальными историями Нам интересно, что вам интересно Тут бы и попрощаться, но есть тема А ты подписался на наш YouTube? Всего доброго! Увидимся! Пока-пока! Пока-пока!